Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Марины Шияны. В начале выпуска коротко о главных темах. Люди, которые нуждаются в процедуре гемодиализа, могут с комфортом добираться до медучреждения. В областном центре курсирует инватакси, которая доставляет пациента в больницу и обратно. В Аниве завершается ремонт дорожного полотна в районе окружной администрации. Все подробности уже через несколько минут. В детском саду «Улыбка» Южно-Сахалинска завершаются работы по благоустройству территории. И еще в четырех дошкольных учреждениях до 1 сентября установят безопасное резиновое покрытие. Успеет ли подрядчик? Вы узнаете через несколько минут. В Углегорском районе продолжают устранять последствия ливней и непогоды. В этой борьбе активно участвует мэр района Федор Филин, который оперативно оказывает помощь жителям муниципалитета. Медицинские учреждения в селах Башняково и Лесогорске полностью обеспечены необходимыми медикаментами. Кроме того, в этих населенных пунктах нет перебоев с продуктами питания. В случае затяжных работ и продолжения осадков принято решение задействовать маломерные морские суда. Вопрос ликвидации последствий находится под особым контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Вопрос социальной газификации садоводческих некоммерческих товариществ, о которой заявил президент России Владимир Путин, рассмотрели на заседании областного правительства. На Сахалине под проект попадают 153 СНТ. По факту это порядка 4000 домов в областном центре, а также Анивском и Корсаковском районах. В большинстве СНТ уже провели собрание и вынесли решение. У некоторых отсутствуют необходимые документы. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил Министерству энергетики и всем профильным структурам ускорить процесс и помочь людям. Газифицировать большую часть садоводческих некоммерческих товарищей на Сахалине должны до конца 2026 года. Уже в этом году планируется обеспечить чистым топливом жителей нескольких СНТ в Южно-Сахалинске. К 1 августа по поручению главы региона будет утвержден план-график необходимых работ. Правительство Сахалинской области отправило еще одну партию спецтехники и снаряжения для бойцов в зоне СВО. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с командованием 68-го армейского корпуса и обсудил вопросы обеспечения сахалинских военнослужащих. Вот эти модели, особенно вот этот Майвик-3, на него прям все молятся. Очень себя хорошо зарекомендовали. И генерал передавал большой привет. Он говорит, тебе, Гречка, очень повезло, что у тебя такой губернатор. Потому что в таком количестве ДФФО никто не поставляет. Нам очень повезло, что у нас воины, которые сражаются за Родину, не щадя живота своего. Вот это нам повезло. А мы помощники в этом деле. Пусть возвращаются на Родину с победой живые и здоровые. Других вариантов нет. Большое спасибо. Такая помощь поступает на фронт регулярно. В зону специальной военной операции были отправлены различные виды беспилотников, а также оборудование для поддержания связи. С начала СВО по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе действует проект «Сопричастность». В его рамках сахалинцы получают адресные посылки от своих родственников. 15 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в селах области ведут в эксплуатацию в ближайшие годы. Об этом стало известно в ходе встречи членов движения «Сахалинская гвардия» с губернатором Валерием Лимаренко. О чем еще говорили на мероприятии, расскажет Яна Боимбетова. Только слепой и глухой может не увидеть тех изменений, которые произошли. Это не область, это стало изюмином для всех близлежащих областей. Такими словами встретили губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко члены регионального общественного движения «Сахалинская гвардия» и почетные граждане. В ходе встречи общественники озвучили свои проблемы и предложили пути их решения. Вот всех, кто к вам обратился за помощью, приводите их ко мне, хорошо? Валерий Лимаренко рассказал о развитии области. Участники встречи поблагодарили губернатора за строительство юго-западного объезда Южно-Сахалинска, проект «Доступная рыба», поддержку детей войны и заботу о старшем поколении. Приятно, когда наше правительство заботится о старшем поколении. Была я недавно в доме престарелых и инвалидов в Сахалинской области, в городе Южно-Сахалинске. Я хочу сказать, что прекрасные условия. И просто уходишь оттуда с таким хорошим настроением. Виталий Елизарев, за плечами которого 22 года профессорского стажа, прокомментировал строительство кампуса «Сахалинтех». Ряд целых студентов, они сегодня влились в развитие острова, в экономическое развитие Сахалинской области. И в этом отношении, конечно, проект строительства кампуса, он является сегодня очень важным. Вы сегодня перебросили мост в это будущее, вы направили переправу в это будущее, но всем известно, что на переправе коней не меняют. Поэтому мы хотим, чтобы вы начали эти проекты, вы их и закончили. В ходе встречи Валерий Лимаренко наградил заслуженных сахалинцев за многолетний добросовестный труд, особые заслуги в общественной деятельности, личный вклад в становление и развитие Сахалинской области. Яна Боимбетова, телекомпания ОТВ. В областной центр поступил новый автомобиль для оказания услуги «Инватакси». Это служба по организации перевозок людей с ограниченными физическими возможностями. Автомобиль ездит на газомоторном топливе и практичен в своем использовании. В нем есть все необходимое для комфортного перевоза особенных пассажиров. Подробнее Алина Достаева. Олег Каменев ездит на процедуру гемодиали за больше пяти лет. Эту жизненно необходимую манипуляцию мужчине проводят по три раза в неделю. Раньше он жил в Паранайске, и каждую неделю приходилось ездить в больницу в областной центр. Спустя время мужчина переехал, но после ампутации ног ездить самостоятельно не смог. Тогда на помощь пришло «Инватакси». Я заказываю, надо мне поехать в поликлинику. Водителю звонят, я звоню в диспетчерскую, они там согласят и предоставляют водителя и автобус. Услуга «Инватакси» в Сахалинской области появилась несколько лет назад. Каждый год машины заказывают минимум четыре тысячи человек. И не только для поездки в медучреждения и обратно. Это посещение социальных, образовательных учреждений и многое другое. То есть автомобили оснащены подъемниками для перевозки инвалидов-колясочников. Также есть у нас автомобиль для перевозки лежачих больных, для перевозки инвалидов по зрению, в сопровождении собак-поводырей. Мы и такие перевозки осуществляем. В каждом муниципалитете есть специализированный транспорт, который позволяет решать различные социальные задачи маломобильных граждан. В муниципальных образованиях Сахалинской области в рамках государственной программы «Доступная среда» приобретены автобусы, которые оснащены специальными подъемниками для граждан, которые используют в передвижении кресло-коляски. И также осуществляют свою деятельность по бесплатным транспортным услугам. Парк «Инватакси» ежегодно обновляется и дополняется. Сейчас он насчитывает 17 единиц. Всевозможная поддержка людей с ограниченными возможностями находится на особом контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Обратиться за помощью можно по номеру телефона. Он на ваших экранах. Алина Достоева, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. Вопрос защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей стал главной темой координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО. Те тезисы, которые в послании президента звучали, они сегодня нашли отклик буквально у каждого выступающего. Это и рассмотрение обращений граждан, это и мониторинг ситуации, это и специальные вопросы, ну, скажем, здравоохранение, каким образом работают военные здравоохранения и гражданское, каким образом их соединить и сделать так, чтобы было наиболее эффективно работой велась. Кроме того, участники совета обсудили работу Сахалинского отделения фонда защитники Отечества. В мероприятии приняли участие 10 постоянных членов, государственные правозащитники из дальневосточных регионов, а также представители ведомств, прокуратуры, правоохранительных органов и общественных организаций. Жители Ноглик смогли приобрести свежевыловленную горбушу. В островном регионе продолжается реализация проекта «Доступная рыба», благодаря которому морепродукты продаются с минимальной наценкой. С того года я ждала свежую горбушу. Это моя любимая рыба. Я люблю ее запекать и готовить уху, и жарить. Вот сегодня я впервые увидела на прилавках свежую горбушу, взяла побольше, приготовлю вкусный ужин. Поскольку мы проживаем в островном регионе, окруженном морем, у нас, считаю, что для жителей должна быть рыба доступной. Спасибо, что имеется такая возможность. В Ногликском районе растет спрос на рыбную продукцию. За первое полугодие текущего года была продана 31 тонна рыбы. Из этого количества 24 тонны пришлось на свежевыловленную горбушу. Морепродукцию по выгодной цене реализуют в рамках программы «Доступная рыба», которую инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В Аневе завершают ремонт улицы Калинина. Работы начались в середине апреля. Модернизация коснулась проезжей части и коммуникаций. Подрядная организация заменила дорожное покрытие и бордюрный камень. Сейчас рабочие заканчивают укладку асфальта на отрезки возле здания администрации округа. Дело в том, что с 90-х годов еще водоотводные канавы в Аневе были запущены, скажем так, нечищены. И вот сейчас было принято решение о восстановлении старых водоотводных канав, которые будут выполнять свою непосредственную функцию. То есть дренировать воду, отводить воду от дворовой территории, с дороги. Модернизацию проезжей части проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Южно-Сахалинском детском саду «Улыбка» продолжаются работы по благоустройству территории. На завершающих этапах укладка безопасного покрытия. Напомню, с 2024 года начал действовать проект «Яркое детство», в рамках которого в пяти дошкольных учреждениях разместят резиновое покрытие с установкой малых архитектурных форм. До конца месяца они закончат. Осталось совсем немного. Еще четыре сада будут в августе, также до конца августа закончены. И дети уже в первом сентябре точно пойдут в новые обновленные территории садов. Основное – это работы по устройству резинового покрытия безопасного на участках. Также озеленение устройства мафов, новых теневых навесов, если это требуется. Ну и озеленение территории. На время работ детей разместили в соседние сады. Подрядчик планирует уложиться в срок. До конца августа малыши вернутся в свои дошкольные учреждения. В июле во всем мире отмечают день борьбы с гепатитом. Цель акции – повысить осведомленность о заболеваниях печени и повлиять на статистику заражений. Как проявляются симптомы и последствия болезни и что делать с целью профилактики, нам рассказала врач-терапевт Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Анна Якшанова. Запись беседы смотрите далее. Анна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас в России проходит неделя профилактики заболеваний печени. Расскажите, насколько эта проблема остро стоит в Сахалинской области? По данным статистики, каждый третий пациент, который обращается на прием к гастроэнтерологу или терапевту, подвержен заболеваниям печени. То есть это свыше 30%, которые имеют тот или другой вид патологии печени. То есть чаще всего это все-таки у нас мы говорим про вирусную природу, то есть это гепатиты вирусные, B, C, самые распространенные. И также есть гепатиты, также инфекционные, вирусные, A, E и далее можно много-много латинских букв называть, которые проявляются у нас по типу пищевой инфекции, то есть отравления пищевого. Также обращаются часто люди с токсическими заболеваниями печени на фоне употребления алкоголя, неконтролируемый прием лекарственных препаратов, витаминов, биологически активных веществ. И отдельная группа можно выделить. Это, пожалуй, такая самая распространенная патология – это стеатогепатит. Это состояние печени, когда у нас нормальная ткань, гепатоциты, начинают в себя включать жировые капли. А в чем вообще заключается опасность гепатита? Опасность в том, что любой гепатит приводит к неизбежному заболеванию цирроза печени, то есть это полностью замещение у нас нормальной ткани печени фиброзной, то есть она перестает выполнять свои функции и далее может приводить к онкологическому состоянию, то есть к раку печени. И основная опасность в том, что при циррозе, при тяжелых степенях этого цирроза, выживаемость пятилетняя очень минимальная. А есть ли какая-то профилактика гепатита и в принципе в целом заболевания печени? Касаемо все-таки профилактика у всех одинаковая. То есть это у нас нормализация образа жизни, физическая активность, просто нормализация питания – это ограничение углеводов. То есть касаемо стеатозы печени до конца еще неизвестно. То есть больше, хуже дефициты или наоборот преобладание каких-то нутриентов. То есть касаемо жиров, углеводов. То есть нельзя ни то, ни то, нужно правильно баланс, то есть балансированное питание. С нашим образом жизни это нереально – носить какие-то с собой баночки с едой, кушать на работе, делать перерывы. Но важно именно контролировать этот момент. Касаемо вирусных гепатитов, профилактика простая. Заключается в обработке продуктов. То есть это мытье овощей, фруктов, кипячение воды. Касаемо гепатитов, которые у нас передаются через кровь, и кровь – это гепатиты В и С. Это должно быть самоконтроль. То есть основной механизм передачи, например, гепатита С – это у нас половой. На какие симптомы стоит обратить внимание и обратиться к врачу для обследования? Есть несколько основных синдромов, на которых необходимо обратить внимание. То есть первый – интоксикационный, который включает в себя нарушение сна, тошноту, рвоту, просто нарушение жизнедеятельности, то есть слабость, когда человек ощущает выраженную слабость, ни с чем не связанную. То есть это один из симптомов таких диспептических – это рвота, тошнота, невозможность употребления пищи, неприятный привкус во рту, частая диарея, либо наоборот, это может быть запоры, частые рецидивирующие. Субфибрильная температура, то есть это повышение цифр температуры до 37,5 без каких-либо других признаков. То есть у РВИ – это кашель, насморк, ломота в теле. И данная температура должна держаться более 7 дней, то есть без каких-либо видимых причин. Также может наблюдаться геморрагический синдром, это то есть, когда вы отмечаете появление маточных кровотечений у женщин, носовые кровотечения, может быть спонтанное появление синячков на коже. Также проявление, как сосудистые звездочки на коже, либо маленькие точечные красные кровоизлияния, петихи, так называемые, петихиальные кровоизлияния, тоже может свидетельствовать о наличии патологии печени. Анна Андреевна, я благодарю вас за такую важную беседу. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. На Сахалине участились случаи нападения домашних собак на прохожих. Виной тому хозяева, которые должным образом не следят за своими подопечными. Таким не страшен даже закон. Подробнее о правилах выгула четвероногих расскажу я, Алина Достаева. В областном центре на региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства определят лучшего электромонтера области. Все подробности расскажу я, Владимир Ильин, уже через несколько минут. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь? Победа или поражение? Решай. Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Добрость, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посигнувшего на нашей территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Сортировать отходы в домашних условиях легко и просто. Для этого потребуются два ведра. В одном будут скапливаться пищевые отходы, в другом – пластик, металл, стекло. Чистое сухое вторсырье не имеет неприятного запаха, поэтому может храниться долго. После чего отсортированные отходы можно будет отнести в бак сетку во дворе. Самое главное – подготовить вторсырье к сдаче. К примеру, бутылку из-под растительного масла или бытовой химии перед утилизацией необходимо тщательно промыть моющим средством и высушить. Безответственное отношение к домашним питомцам может привести к серьезным проблемам. Южно-сахалинцы жалуются на хозяев, которые выгуливают собак в общественных местах. От владельцев требует придерживаться простых правил, которые систематически игнорируются. Подробнее о том, как можно обезопасить своего четвероногого друга и окружающих, Алина Достаева. Спаниель-Чип гуляет только на специальной площадке. В автобусе пес ездит в намордники и никогда не выходит на улицу без поводка. Хозяева этой собаки понимают уровень ответственности. Собака всегда общается с другими, у них социализация происходит, со своими мелкими, с большими гуляет. Ну и здесь пространство большое, никто не убегает никуда. Ну да, собака на свои смотреть, если она агрессивная, то чтобы не был этот намордник. И, конечно, больше всего хотелось бы, чтобы убирали в городе то, что экскременты собачьи. Таких владельцев, как Максим, не так много. Нередко можно наблюдать картину, как собака о бойцовской породе бегает без намордника и поводка. На все свои действия у хозяина один ответ. Я же знаю, что она не кусается. Случаются моменты, когда такая обученная собака нападает на детей и соседи. По закону, животные свыше 25 сантиметров в холке обязательно должны быть в наморднике и на поводке. Административный штраф за нарушение от 2 до 5 тысяч рублей. Для усиления контроля в регионе с сентября введут обязательную регистрацию домашних животных. Если вдруг животное потеряется, например, или возникнут какие-то споры, такое часто бывает, особенно у породных собак, высокопородных, что их крадут, еще что-то. То есть хозяин, который чипировал животное, он заносится в базу, фамилия, имя, отчество его, и ННН будет. И он может с легкостью восстановить свои права. С 1 сентября как раз для этого и вводится, чтобы животные все были идентифицированы. И это принуждает людей, владельцев животных, к определенному порядку. Александр с сентября дожидаться не стал и уже чипировал свою овчарку. О процедуре он узнал в новостях. Да и знакомые уже зарегистрировали своих четвероногих. А вы знаете, вот у меня собака такая непослушная. Где-то вот что-то как-то раз получилось, что вот вернулись, она у нас убежала. И очень сильно много нервов и волнения было. И вот много похожих черных есть. И вот чтобы не было таких сомнений, как говорится, я решил так сделать. Сообщить о нарушении правил выгула домашних животных можно по номеру телефона. Он на ваших экранах. Или в административную комиссию по адресу Комсомольская, 167. Алина Достаева, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. Архипелаг 2024. Разбор полетов. Такова тема очередного дискуссионного клуба на радио Комсомольская правда Сахалин. На нем подвели итоги интенсива. Интересные наработки островные специалисты будут применять в нашем регионе. Особый интерес вызвали технологии приезжих экспертов в области искусственного интеллекта. Также большое внимание уделили развитию сахалинских брендов. Вопрос поддержки местных предпринимателей на особом контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На самом деле у нас на Сахалине, как оказалось, очень много брендов одежды. Они все достойные. Наш бренд одежды, он необычный. Немножко мы делаем одежду из готовой одежды. Это трансформация одежды. Модная трансформация с элементами экологии. Очень много наработок было по качеству жизни, по климату, по экологии и так далее. То, что бренды были наши представлены в области креативной экономики, много разных направлений было отработано. Поэтому я считаю, что нам еще очень долго придется анализировать итоги, чтобы все это обладать в жизни. Принять участие в дискуссии может каждый, прислав сообщение на номер, он на ваших экранах, или оставив комментарий в телеграм-канале. Самого квалифицированного электромонтажника определят на Сахалине. В областном центре стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучше по профессии». Участникам предстоит сдать теоретический экзамен и выполнить практические задания. Призеры получат денежные сертификаты, а победитель отправится в Чебоксары отстаивать честь области на федеральном уровне. Тему продолжит Владимир Ильин. Электричество не прощает ошибок. Об этом отлично знает монтер с 20-летним стажем Данил Шалкус. Если беда случилась, действовать нужно незамедлительно. Свои навыки по спасению пострадавшего Данил показывает членам судейской комиссии. Было поражение критическим током, лежал человек без сознания. Нужно было вызвать скорую и провести реанимационные мероприятия. То есть искусственное дыхание, массаж сердца, победа. Ну, докажет, что я за эти три года что-то получил, какие-то знания, информацию. Ну и растем. Сегодня здесь проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Организатором состязания «Лучший по профессии» в островном регионе традиционно выступает Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области. В этом году определяют лучшего электромонтера по релейной защите и автоматике. Конкурсантам предстоит проверить на неисправности электротехническое оборудование, а также провести техническое обслуживание и наладку распределительных узлов. Среди испытаний – практические и теоретические тесты. Последний этап – провести диагностику электрореле и устранить неполадки. Реле – это такое устройство, которое срабатывает при определенных параметрах. Поэтому, когда мы отслеживаем ток, напряжение, любой параметр, реле реагирует на этот параметр и переходит из одного состояния в другое. Таким образом, мы можем контролировать этот параметр и на него реагировать. Конкурс проводится в области с 2012 года по разным профессиям – газоэлектросварщик, штукатур, водитель автобуса и другие. Его цель – повысить престиж рабочих специальностей. Профессия очень важная, интересная. Эти люди нам приносят свет в наши дома, освещают наши улицы. И от их работы забивисит надежность всей энергосистемы Сахалинской области. Конкурсантов и призеров наградят дипломами регионального правительства и денежным вознаграждением. Участник, занявший первое место, сможет представить наш регион на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в Чебоксарах. Владимир Лин, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. Напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сах.онлайн» и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области напоминает. Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции находится под особым контролем государства. Изготовление и реализация спиртных напитков ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей. Произведенный алкоголь подлежит обязательной маркировке. За незаконные производства, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрена уголовная ответственность. Помни, продажа домашнего алкоголя физическими лицами запрещена. Сахалинская область За подробной информацией обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Уроки экологии. Бытовые отходы бывают смешанные, крупногабаритные, раздельно собранные. Не весь пластик перерабатывается. Необходимо обращать внимание на маркировку. В сетчатые контейнеры можно складывать пластиковые бутылки и емкости от бытовой химии, стекло и жестяные банки. Перед утилизацией пластиковые бутылки нужно сжать. Батарейки необходимо оставлять в специальных контейнерах. Они есть в супермаркетах и организациях. Полный список адресов размещен на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Продолжение следует... Продолжение следует...